Алина Афанасьева Алина, я попрошу тебя, ну, с моей точки зрения, сделать очень сложную штуку, можешь вот просто взять и рассмеяться Как это сделать вообще? Сделать это довольно легко, вспомнить анекдот или шутку Главное не смеяться, как будто вы читаете текст, но... То есть есть еще и такой вариант смеха? Есть, но его нужно правильно обыграть Давай, давай вот искренний, да, какой-то, давай Искренний Вот на эту камеру, давай, Алина Хорошо Я же самой стала смешна Так, ну, Алина, давай попробуем, что тогда еще сложнее Заплакать Заплакать, о-о-о Ну, хотя бы не до слез Ты тоже пользуешься вот этими, капать в глаза что-то, нет? Нет, не пользуюсь Просто, да? Просто закрываю руками глаза и все Ну, давай попробуем И покажи мне, как делать Ты тоже надо вспомнить какой-то грустный момент? Или не обязательно? Да не обязательно, я на таких моментах не грущу Не грустишь? Нет То есть внутри ты там себе там веселишься и у тебя праздник? Ну, иногда это бывает Ага Так, ну, теперь можно спокойно обсудить наши эмоции Сидя здесь Вообще, Алина, я думала, что чтобы заплакать или чтобы засмеяться нужно, ну, вот реально это почувствовать А на самом деле, оказывается, не так? Ну, иногда бывает не так А это будет, как ты? Ты со стороны как-нибудь смотрела, что это будет смотреться правдиво, я не знаю? Со стороны, да, у нас в центральной студии напротив нашей сцены установлено зеркало, где мы можем смотреть Ты сама себе, то есть веришь или не веришь? Есть такое, что ты говоришь, я себе вообще не плачу, я на самом деле? Бывало такое много раз И что ты делаешь? Пытаюсь добавить больше эмоций, исполнить грустные моменты То есть ты реально вспоминаешь что-то грустное? Ну, да У тебя в запаснике есть там грустная история, веселая? Не, ну, серьезно, есть такое? Есть, есть Ты можешь рассказать про давай веселую историю? Грустную не будем, но хотя можно и грустную, смотри сама Однажды гуляли с подругой по площади, идем-идем, подруга спотыкается об кирпичик, ну, как спотыкается, задевает его ногой Перед ней стоит гусеница, примерно вот такого диаметра Диаметра? Это змея? Не диаметра А, размера Размера, вот такого диаметра, я бы не знала, что это было Ну, и? Она чуть не наступила на эту гусеницу Ну... И упала И упала На гусеницу На гусеницу? На гусеницу она Она на нее упала Это было смешно или грустно? Давай определимся Я вспоминаю его и там, и там Потому что с грустной стороны гусеница умерла, а свечела и... Ну, просто смешно упасть на гусеницу Да Интересная история А какие у тебя вообще... Сколько уже занимаешься в студии? В студии 3 года 3 года Какие у тебя роли, роли? Вот какие самые такие... Роли? Ну, ну, самые такие... Сначала я была в кукольном театре Была там Мы на галерку театральную поставили спектакль «Синяя птица» Сначала я играла там ту девочку больную, которая в конце должна была кричать «Смотри, синяя птица улетела» А потом меня переставили на душу света Это была одна из главных ролей А что за душа света? Там в книге, да и в фильме, снятые по этому рассказу Она была То есть там было несколько вещей И они обретают тело, материальность Ну, там среди них были, по-моему, хлеб Душа света как раз-таки, это вода Ну и как это быть душой света? Очень классно Да? Почему? Что хорошего? Что и что? Ну, ее характер, характер персонажа мне очень нравился Такая добрая, зывчивая А ты можешь включить это, например, в школе? Там сидишь за уроком, и тебе скучно? Ты такая расстала душой света? Ну, или хлебом, я не знаю В школьной обстановке так сделать я стесняюсь, скорее всего А если ты просто не будешь это демонстрировать визуально, а в душе себе как-то сможешь? В душе я делаю это постоянно Слушайте, Алина ходит не только на театральную студию Когда мы с ней просто договаривались о том, когда мы встретимся Алина начала перечислять В девять у меня то, в десять у меня то Вот расскажи свой обычный день Ну, давай будний день Обычный день, будний Встаешь во сколько? Встаю я в шесть сорок В шесть сорок? Или в шесть пятьдесят А что происходит? Десять минут эти ты лежишь? Десять минут я могу либо лежать, либо активничать Уже? Да, в зависимости от того, как меня разбудят Ага, а как тебе надо будет, чтобы активничать? Чтобы активничать Ну, в шесть сорок Нет, а как? Ты говоришь, в зависимости А, как ты имеешь в виду по времени, да? Да Если у меня, ну, как бы мама дома И она может погулять с собакой Я просыпаюсь в шесть пятьдесят А если нет, то в шесть сорок Я просыпаюсь сразу без завтракать Сразу? Ты хочешь есть прямо, да? С утра? А что у тебя на завтрак? Чаще всего чай с кинем-нибудь печеньками А иногда бывает каша Потом идут в душ, на там все гиены Одеваюсь и иду гулять с собакой С собакой гуляю минут десять-пятнадцать Но это зависит от того, как она будет хорошо себя вести Иду домой, одеваюсь, иду в школу В школе обычно бывает весело С веселой школы я выхожу оттуда и гуляю где-то час после нее С веселой школы ты в раз сколько выходишь? С веселой школы я выхожу в час пятнадцать Заканчусь занятия И гуляю до двух, до трех Слушай, час, то есть ты гуляешь с собакой или просто гуляешь? Просто гуляю с портфелью, домой не захожу Просто ты ходишь? Или ты можешь поиграть? Хожу с друзьями, общаюсь Слушай, дети сейчас вообще играют в какие-то уличные игры? В прятки, там что-то такое есть у вас? По-моему, сейчас это утратилось И сейчас чаще, знаете, ставят же вот эти горы от снега уборочные Вот там чаще всего это активная игра То есть вы... А какая игра с горами? Ну, просто король горы, берешь и лазишь в игру Я в таком не принимаю участие Почему? Ну, травмоопасно Но что, вообще нет никаких игр без гор снега? Ну, то есть на горках, там что-то... Я иду мимо, слышу, там, дом горит, земля горит А, это игра такая, выбирает воду Он закрывает глаза шапкой или руками Ну, в зависимости от того, честный он или нет Потом он может говорить любые правила И игроки должны его соблюдать То есть он может сказать, дом горит И тогда участники должны слезть с дерева Он может сказать, земля плавит Железо плавится, и они должны как раз-таки скачать на дерево А, то есть прикасаться к чему-то деревянному или железному нельзя, да? Также там сейчас даже начали прибавляться новые какие-то Всякие задания, уровни, так сказать Слушай, у вас сейчас в детстве есть игра в гляделки? В гляделки? Да Но если скучно, то можно То есть просто смотрим друг на друга, кто кого переглядит Можно моргать, да? Моргать нельзя Моргать нельзя Давай попробуем не моргать, а ты параллельно будешь рассказывать Насчет три, да? Да А ты параллельно рассказываешь, как дальше идет твой день Раз, два, три После прогулки я обычно стараюсь Блин, все, я уже проиграла Свет, свет, свет Давай, после прогулки После прогулки я стараюсь прийти домой пораньше Потому что вдруг меня искать начнут А телефон? Ну, то есть тебе позвонили и сказали? Мой телефон разряжается на холоде, поэтому дозвониться до меня, скорее всего, нельзя Понятно Иду домой и не делаю уроки Ну, делаю их вечером Потому что после школы у меня нет настроения делать Еще усталость такая, да? Нет, я не устаю Ты вообще не устаешь? Ну, устаю, если прям сильно перетрудиться Прихожу домой, обедаю И начинаю заниматься либо своими творческими делами Либо зову друзей гулять Опять Так, ну подожди, я знаю, что у тебя там еще укулеле Что там у тебя отдавать Какие еще занятия у тебя? Театральная студия, что еще? Английский язык Вот сейчас после этого на него пойду Зачем тебе английский? Чтобы понимать, что я говорю в школе Потому что мне обычно задают задания Вот перескажите там этот текст Добави туда чего-то своего То есть, читай, сочините авторский текст и расскажите его А в будущем как ты думаешь, как оно? Тебе английский нужен будет? Думаю, нет Думаешь, нет? Думаю, нет Зачем ты доходишь? Чтобы понимать, о чем я говорю на английском Ну, то есть для текущих задач в школе, правильно? Потому что писать на нем меня учат там А вдруг ты станешь голливудской актрисой? Ну, в таком случае мне больше понадобится говорить на английском, чем писать А, ты вот о чем То есть вы пока не учитесь говорить на английском? В школе учимся, но я там не слово, а хорошо запоминаю А на том английском мы садимся и разговариваем Ага На английском Ну, то есть, в принципе, если в Голливуд, то... Если в Голливуд, то можно Нормально Нормально Да, то есть у тебя уже подготовка к этому моменту идет Так, мы немножко опять свернули Английский, давай, что еще? Английский, театральная студия Раньше я ходила в танцы, но теперь как-то не хожу Надоело? Не захотелось? У меня просто танцы из театральной студии в один день и в одно время Ну, то есть время уже поджимало Ага, хорошо, что еще? И музыкалка или нет? Музыкалку я бросила год назад Угу То есть тебе, в принципе, вот знаешь, как чаще всего родители Вот ты поступил, начал в музыкалку И вот будь добр, доходи до выпускного Да У тебя не так, да? Мне мама так и говорила Потом в итоге, возможно, я настолько часто и начала напоминать о том, что хочу уйти Что после четырех лет я ее бросила Хотя там есть образование Когда туда ходишь четыре года, и тебе выдают диплом о том, что ты отучился Ну, то есть ты жалеешь, что ушла? Нет Продолжаю самообразование А, то есть ты думала на музыкальных инструментах? Дома играю сама, без преподавателя Угу А как ты считаешь, что эффективнее? Эффективнее, наверное, самой Самой? Потому что там я выбираю произведения, которые я действительно хочу играть сама А там выбирается скорее по программе Угу То есть какая-то своя свобода, в том числе и развитие, да? Да Угу Смотри, что-то еще? Я... Музыкалка там всегда? Хочу пойти в художественную школу Хочу Но места там всегда кончаются Да? Ну Ну, а тут почему нельзя пойти по тому же пути? Опять же открыла видеоуроки и понеслась, нет? Ну, тут я уже сама занимаюсь По видеоурокам Портреты нарисовать пыталась И? Ну, получилось Только люди получались моложе своих лет Как ты думаешь, почему? Ха-ха-ха Может, потому что я не всматриваюсь в саму фотографию, с которой срисовываю Ага И эти все морщинки, извилин добавляю И вот моложе получается Угу Ну это... Нарисовала свою маму, у нее глаза получились такие большие Ах-ха-ха Ну мама-то что сказала? Мама сказала, что очень даже красиво, но она получилась там даже моложе Угу То есть как бы, если моложе, то лучше, да? Да, если моложе, то лучше Ну, понятно Так, что-то еще? Я уже боюсь останавливаться Давай, что-то еще? В твоем дне какие-то занятия? В моем дне занятий больше нет, но у меня есть куча планов Угу Музыкальные инструменты, музыка для меня это отдельная тема У меня есть маленькая укулеле, это уменьшенная версия гитары, но у нее 4 струны и звучит она по-другому По-другому это как? У нее более такой звонкий, звонкий, переглушенный, это временно звук Угу А что ты на ней играешь? Ты говоришь, я могу играть то, что я хочу, а что тебе вот нравится? Я могу подсмотреть какой-нибудь аккорды, кинди-аккорды к песне и сыграть их К современной ты начни? Да Какой, например? Какая тебе песня нравится? Она на английском, да? Что-то она на английском, нет? Я часто слушаю японские песни Японские? Да Это вот эти мальчиковые группы или нет? Нет, они корейские Это корейские, а японские какие? В Японии есть такая штука, как вокалоиды Это 3D-модель персонажа, которая встроена в программу Это программа, там пишется электронная музыка В этой электронной музыке ты можешь выбрать голос, который тебе нужно И он будет спеть за тебя То есть реальная запись человека не нужна, компьютер споет за тебя Часто эта программа путает слова, и поэтому нельзя разобрать правильного перевода, но звучит красиво Слушай, для меня это вот что-то прямо новое Что-то новое А как? Нет такого ощущения, что это программа, и поэтому это не так по-настоящему Есть ощущение, что программа, и не по-настоящему, но мне В чем радость? Радость? Что тебя цепляет? Там песни с глубоким смыслом А кто сочиняет тексты? Там у них есть разные композиторы Ну я думала, тоже компьютер, нет? Тоже это какая-то программа по сочинению текстов тогда уж раз? Нет, там текст уже придумывают люди, просто вписывающего программу, она пойдет на себя То есть все-таки человек выигрывает? Да, но она не умеет петь по-русски Понятно, понятно И то есть ты можешь прямо сесть и назови какую-нибудь песню, чтобы мы потом могли ее найти Хацунэмику, можно набрать Хацунэмику World is mine Также они гастролируют Спросите, как? Да, спрошу, как Ну прекрасно, мне ничего не надо делать Там ставят большую голограмму и на ней высвечивают 3D-модель, к которой подключается звук и она, собственно, поет песни по программе Тебе хочется попасть на такой концерт? Конечно, но минус в том, что он бывает в Японии и один раз она в Париже была Ну то есть шансы... Ты вообще, как ты думаешь, доступно тебе будет в будущем? Если в будущем и если гастроли не закроются, то возможно, да? Угу Молодец Так, что еще? Еще? Я уже боюсь И все уже поняли, что это что-то еще Хочу начать заняться электрогитарой Электрогитарой? Почему? Ну, она от акустической отличается своим звучанием и выглядит она короче Но стоит дороже Причем во много раз И? И что ты думаешь в связи с этим? Думаю, ближе к своему дню рождения в июле, но с дней рожденные деньги плюс свои сбережения я потрачу на гитару То есть ты какие-то сберегаешь на какие-то свои задачи, да? Да А можешь, если тебе захотелось там ширкнуть на что-нибудь сладкое, то взять их и потратить? Как у тебя? Такое тоже бывает Бывает Да Но если какая-то серьезная цель, то ты держишься или как у тебя? Пытаюсь держаться Пытаешься держаться Вот сейчас ты на электрогитару хочешь? Да Да? А сколько она стоит? Самая для новичков от Ямаха стоит 12 тысяч 12 тысяч Слушай, вот тоже у нас стал традиционный вопрос Прилетает тебе очень крупная сумма денег Очень крупная Да Что ты покупаешь? Давай 10 позиций 10 позиций Давай Электрогитару Электрогитару Специальные наушники для моего фортепиано, чтобы ночью не бесить соседей своей игрой Соседи сейчас такие, ох, какая молодец Какая прекрасная девочка Игровой компьютер Какой? Игровой компьютер Потому что мой не тянет ничего Я туда уже накачала Не знаю, косплей Косплей, не знаю, что это такое Это когда ты, вот у тебя есть любимый персонаж из книги, из фильма И ты пытаешься максимально скопировать его образ, покупая нужные вещи, парики А, то есть ты имеешь что-то прямо... Да, перевоплощение А что это за персонаж Из какого-нибудь аниме Из какого-нибудь аниме? Окей Четыре Четыре Лучше нет, нет, говори подряд Собака Собака? Собака Собака У тебя же есть собака Подружку Угу, хорошо Давай Собаку, потом что? Плакаты Плакаты Ты понимаешь, что ты можешь купить все, что угодно? Я понимаю Давай Билет в Японию Билет в Японию Вот, билет в Японию Давай А, дом в Японии Может быть, дом в Японии и жить в Японии? Билет в Японию сначала купить Потом квартиру там, однокомнатную, наверное А что у них десяти комнат? Я же там одна буду жить Тесновато будет, да? А маму перевезти тоже? Или они вряд ли? Маму Ну, во всех вообще перевезти Весь город в Японию вместе с тобой Ну, хорошо, давай Однокомнатная квартира в Японии Дальше Хорошо Потом А, давай четырехкомнатную А что мне научиться? Ну, заменим Окей, не будем тратить Четырехкомнатную в Японии Ага И Ну, как раз нужен репетитор и преподаватель по японскому Потому что я его не до конца знаю Образование какое-то, да? Да В Японии Потому что английский там не знают Ага Ага Последнее 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 Давай вот все Ты понимаешь, что все что угодно? Машина Машина Да Когда выраст, то пригодится А для чего? Ну, машина даже круто Ага Чем круто? Ты можешь не оплачивать каждый раз проезд в автобусе А сразу взять и приехать Да у тебя будет уже столько денег Тебе вообще, ты не знаешь, билетики в автобус будет все равно Лучше машина Машина Что-то свое Все, понятно Да Слушай, ты первый человек, у которого деньги реально изменили бы жизнь Обычно вот мы так общаемся с людьми Ну, что-то бы они докупили, но в целом жизнь бы осталась прежняя А у тебя все В Японию Да Весь не в Сиуганске Перевести Хорошо Это да Так, и вернемся к твоему дню И ложишься ты во сколько? И ложусь я в 9 В 9? В 9.30 иногда Угу Слушай, если тебе не хочется идти на какой-то кружок или на занятие, как ты поступаешь? Как я поступаю? Ну, сказать об этом маме, даже не знаю Это довольно-таки не всегда работает, если я скажу маме, что не хочу куда-то идти Угу Могу притвориться больной Угу Театральный кружок помогает в этом Угу А что надо делать? Просто сказать Можно притвориться, что у меня болит голова Угу Хотя я так только один раз делала Угу Скажу честно своей маме Вот Прекрасный ребенок Угу Ну, а ты можешь Нет, а как ты Я имею в виду, конечно, сейчас не пытаюсь раскрыть все твои карты Я имею в виду, что Как ты сама себя можешь настроить? Вот, например, что Пойти Пойти все-таки надо, потому что там У меня такая ситуация была с танцами Угу Я не хотела туда идти, потому что мне было Ну Не хотелось Не хотелось Угу Станет как-то лучше, осанка выпрямится Ну, в общем, состоянием здоровья и тем, что у меня туда подруга ходит И это мне одна Угу Угу Алина, сколько тебе лет? Одиннадцать Как ты сама для себя определяешь? Ты еще ребенок или уже нет? Не определяю Не определяешь? Ну, я тебя сейчас попрошу определить Наверное, еще ребенок Ребенок Ну, потому что паспорта у меня нет То есть, как только четырнадцать и тебе дают паспорт А ты такая Все Все Стала взрослая Потому что теперь я несу ответственность буквально за все Угу А сейчас? За появление паспорта Ну, теперь я Ну, сейчас я несу ответственность за только то, что я делаю Там За кружки, за уроки, за школу, в принципе За собаку свою То есть, взрослость – это ответственность А что-то еще внутри себя? Как ты сама себя ощущаешь? Ну Что-то Чем отличается ребенок от Ребенок от взрослого Случается своими правами, наверное Ну, это права и ответственность А вот что-то внутри тебя там Что-то такое Я понимаю, что тебе не с чем сравнивать Мне кажется Все-таки попытаюсь Прошу тебя Мне кажется, Даша, когда я вырасту Я все равно буду ощущать себя тем ребенком Который так всего хотел И теперь может добиться Угу Потому что я пойду на работу И стану зарабатывать свои деньги Могу пойти на работу И работать с кем Тем, кем всегда хотела А не ходить в школу Ну, то есть, у тебя больше появится свободы, да? Ну, а какие преимущества у того, чтобы быть ребенком? Ну, иногда это беззаботность Так Преимущества детей понятны А как тебе кажется Вот взрослые Ну, тоже я поняла преимущества Больше свободы, больше прав и все такое Вот, может быть, не так Хотелось бы спросить Какое твое сейчас отношение к взрослым Вот в целом? Что они делают так А что они делают не так Вот на твой взгляд? Ну, это... Мне кажется У нас разрыв между поколениями Что некоторые трендовые слова Моя мама просто не понимает Например, такие, как Зашло Или Не оценила Кринж Ну, да Мы просто друг друга не понимаем Ну, это какие-то... Да Хорошо Это момент между непонимания А в целом Вот ты ходишь в школу Там, не знаю Идешь по улице Как бы ты изменила взрослых Чтобы тебе было лучше? Жилось? Понимание между другом Для меня это главное То есть, чтобы они тебя больше понимали? Да А как это сделать? Наверное, начать понимать их Взаимопонимание Слушай, я с позиции взрослого скажу Вот у меня такое есть... Как это сказать? Я не понимаю, что будет дальше Вот сейчас очень многие Не знаю, как ты Не услышала, кстати, у тебя Что в твоем дне Что ты просто сидишь И залипаешь там в телефоне Бывает такое? А, забыла сказать Ага Бывает 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 Сколько максимум? А если тебя не ограничить Можешь прям сидеть и сидеть? Здесь меня не ограничить И сидеть не могу Потому что рано или поздно Интересные ролики кончатся Друзья перестанут писать И все такое Ну, целый день можно В принципе, да? Целый день? Не, я так не смогу Ну, тем не менее Алина, есть такие Кто могут? Мне непонятно Вот сама Как ты считаешь? Что будет дальше? Вот как это сказать-то? Ну, то есть По моему мнению Сейчас идет все большее погружение В какую-то Виртуальную реальность Назовем это так То есть Заходишь в автобус Все сидят в телефоне Люди даже сидят все вместе Там встречаются друзья И сидят в телефоне Что будет дальше? На твой взгляд? Мне кажется, дальше все Зайдет еще глубже И люди просто не вылезнуты Из телефонов Это, мне кажется Пойдет в худшую сторону А в какую? Что будет? Ну, люди, наверное Перестанут обращать внимание На все прекрасное И просто смотреть Вот сюда В эту коробочку А что делать? Наверное, стараться Побольше гулять Разговаривать с друзьями Занять себя чем-то Но если человек Нет, ну смотри Если у тебя есть выбор То есть ты можешь сесть в телефоне Или пойти там Занять себя чем-то Ты, конечно, сядешь И скажешь Это вон там Прикольные ролики И все такое Ну, я делю это на две части Я занимаюсь чем-то И одновременно смотрю видеоролики Я имею в виду Ну, понятно У тебя какой-то осознанный Такой выбор А если у человека Ну, все равно Человек идет По пути на меньшего сопротивления Что будет дальше Вообще с человечеством? Никто же не будет говорить Ну-ка, иди-ка ты погуляй Никто так человеку не будет говорить Ну, да Меня мама, наоборот, пытается Иногда домой занять Это понятно А вот если шире посмотреть Шире посмотреть Что будет? Как на твой взгляд? Будет Люди больше идут в технологии В развитии технологической Все будет Будущее предъявить очень сложно Но учитывая то, что в телефонах Люди сейчас много сидят По-моему, они будут сидеть еще больше Так, давай попробуем представить Твое будущее Какое ты будешь через 10 лет? Через 10 лет? Во-первых, я подстригусь Потому что Это круто Наверное, вот так Вот так Так Покрашу бередние пряди В, наверное, голубой Только уже в голубой, а не в зеленый Как в этот раз Так, что еще? У меня будут собаки Сколько? Две Две собаки? Две хаски У меня будет небольшая квартира Четырехкомнатная в Японии, если что Напоминаю А, тогда Ну, понятно, что Да Так, какое что-то будешь Ты будешь учиться Я буду Тебе 11 плюс 10 это 21 Ты, в принципе, можешь уже отучиться к этому времени Я отучусь, приеду в Японию Отучусь здесь, пребуду в Японию И будешь там что делать? Буду работать, наверное, мангакой Это тот, кто рисует стилизованные комиксы в манго Так, две хаски Стрижка Да Голубые пряди Япония Мангака Да Это все или еще что-то? Ну, возможно, я найду там в Японии мужа Так, попробуем три быстрых ответа Так Что такое любовь? Любовь – это симпатия двух людей друг к другу Что такое счастье? Счастье у каждого свое Алина – это? Это я Так, Алиночка Что для тебя хороший человек? Хороший человек – это человек, который умеет понимать, ценить, делать добро и творить Хороший человек должен уметь, наверное, почти все То есть это супер-супер человек? Да Ну, хорошие люди, их, наверное, очень мало Стать хорошим человеком может каждый У нас тут как раз есть несколько супер-людей И я предлагаю нам всем на память сфотографироваться Алина Ребята, пожалуйста, проходим Кадр на память Сюда смотрим, да? Да Раз Два Три Ребята, спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok